Гори вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Гори вам, присыщенные ныне, ибо взалчат. Гори вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдают. Гори вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с же пророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставки другую, и отнимающему тебя в верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему тебя отдавай, и от взявшего твое не требуй назад. В сегодняшнем евангельском повествовании мы слышим слова Господа нашего Иисуса Христа, которыми Он обличает пришедших к Нему иудеев в их неправильном восприятии и исполнении закона Моисеева. Причем данное обличение по Евангелию от руки следует сразу же после изложения Господом заповеди блаженства. Четырем блаженствам противопоставляются четыре горе. Господь говорит «Горе вам богаты, ибо вы уже получили свое утешение». Очень многие богатые люди и особенно люди неверующие уже в этой земной жизни получают свое удовольствие. Для них сам принцип приобретения материальных богатств является высшей ценностью жизни. И потому такие люди даже не желают слышать о вечной жизни, о грядущем суде и воздаянии. Преподобный Марк Подвижник замечает «Господь обвиняет не всех обогатившихся, ибо есть в числе их и действительно умеющие располагать богатством по воле давшего оно и Бога, но порицает тех, кто, имея лихоимственный нрав, присваивает себе дарование Божие и не хотят быть милосердными к ближнему». По этой причине святитель Игнатий Кавказский предупреждает «Не будем терять драгоценного времени на тленные, чтобы не утратить единственные наши сокровища – Христа». Второе предупреждение Господь адресует тем, кто привык к чрезмерному присыщению «Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчить». Под этими словами можно подразумевать тех, кто присыщается обычной пищей, так и всех тех, кто не просто живет в материальном достатке, но стремится постоянно что-либо приобретать, не имея в этом нужды. Такие люди, присыщающиеся достатком в веке нынешнем, в будущем веке не смогут найти удовлетворения своим греховным страстям, а потому обречены на страдания. Такие люди взалчут, то есть поймут, что является подлинной ценностью в жизни человека и чего они, к сожалению, лишали самих себе. Святитель Иоанн Златовус пишет о таких людях. Грешников в будущей жизни ожидает вечное мучение, но это мучение будет главным образом от того, что человек осознает, что он сам себя лишил общения с Богом. Следующее горе Господь Иисус Христос обещает тем, кто свою временную земную жизнь провел в смехе. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете». Но кто такие смеющиеся? Неужели сюда относятся все те, кто так или иначе хотя бы однажды смеялся в своей жизни? По мысли святых отцов, смеющиеся – это люди беззаботные, которые при жизни ликовали от своего положения. Когда Господь в Евангелии говорит о блаженстве плачущих, под плачем прежде всего понимается плач о грехах. Соответственно, когда Спаситель осуждает смеющихся, тем самым Он осуждает не просто смеющихся людей, но тех, кто не задумывается о своих грехах и их последствиях. Смеющиеся по словам святых отцов – это люди, которые не думают о своих грехах, но вместо этого, наслаждаясь удовольствиями мира, проводят жизнь легкомысленно и беспечно. Таковым возвещается горе, потому что они восплачут и возрыдают, когда увидят, что беспечность и легкомыслие лишило их блаженства в Царстве Божьем. И последнее, четвертое – горе Господь обращает к тем, кто получает свою славу уже в этой жизни. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Преподобный Макарий говорит следующее. «Горе нам, что мы не умеем предпочитать нетленное тленному и презираем божественную правду в угоде правде человеческой». Земная похвала временна и порочна, потому что подталкивает к гордости и тем самым окрадывает человека, забирая у него похвалу Божию. Бог же одобряет лишь тех, кто стоит за правду Божию, пусть даже ее распространение опасно для жизни. Однако та похвала, которую мы можем получить от Бога, настолько велика, что ради нее стоит пожертвовать всем земным и даже жизнь. Предупредив слушавших Его иудеев о том, что может принести человеку духовный вред, Господь переходит к изложению требований нового закона, закона не буквы, но духа. «Спаситель наставляет, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Такие слова было тяжело воспринимать иудеям, но в том как раз и заключалась новизна и главная задача Евангелия – сделать человека ближе к Богу. Новый человек, христианин, должен воплотить в себе образ Божий, а Бог есть любовь. Следовательно, и человек также должен совершенствовать в себе любовь. Святитель Тихон Задонский отмечает, кто любит не только друзей, но и врагов, тем самым показывает, что он от Бога. Многие могут сказать, что заповеди Христа трудны, потому что действительно трудно любить тех, кто нас ненавидит. Но в том-то и заключается особенность христианства, что оно – единственный возможный путь к Царству Божию, а это Царство достигается лишь трудом и усилием. Ведь, как сказал сам Господь наш Иисус Христос, Царство Небесное силою берется и употребляющие усилия восхищают Его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова